Баку ожидает от Еревана предоставления точных карт всех заминированных территорий. Об этом говорится в распространенном МИД Азербайджана заявлении. Внешнеполитическое ведомство приняло во внимание заявление Службы нацбезопасности Армении о 25 января, в котором выражалось намерение предоставить Азербайджану минные карты. В частности, напомним, СНБ Армении сообщило выявление восьми новых формуляров с информацией о минных полях в Карабахе, которые в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам. В своем заявлении Министерство иностранных дел Азербайджана напоминает, что целенаправленное минирование Армении азербайджанских территорий затрудняет работу по восстановлению Карабахского региона Азербайджана, процесс возвращения вынужденных переселенцев в свои края и их мирное проживание. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых на себя Армении, говорится в заявлении. В МИД подчеркнули, что Баку неоднократно требовала от Еревана предоставления минных карт как до Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период. Так, если ранее Армения отрицала существование точных карт заминированных территорий, то после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Ереван в результате международного давления предоставил лишь небольшую часть минных карт, точность которых составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на наших территориях закопано 400 тысяч мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион, отмечается в заявлении МИД. Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что за последние годы более 55% минных взрывов произошли за пределами переданных Армении карт. Так, с момента окончания Второй Карабахской войны от взрывов мин пострадали 342 граждан Азербайджана. Из них 65, в том числе три журналиста, погибли. Из 65 погибших человек – 50 мирные жители. Кроме того, есть факт установки новых мин армянского производства на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы и по периметру этих территорий даже после 2020 года. Известно, что здесь установлено более 500 тысяч мин. В то же время это показало, что заявления о том, что якобы Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований, сказали в ведомстве. МИД Азербайджана отмечает, что данное заявление армянской страны показывает, что намерение Еревана не заключается в содействии гуманитарному процессу, и этот шаг не может рассматриваться как мера укрепления доверия. Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий, которые не были полностью переданы на Баку. Кроме того, со стороны Армении должны быть приняты срочные меры по предоставлению информации о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев, говорится в заявлении МИД.